Здравствуйте! В работе конференции приняли участие специалисты из Актюбинской, Атараусской, Мангистаусской, Казалардинской, Западно-Казахстанской областей, а также работники Национальной библиотеки Республики Казахстан из Алматы. Кроме того, послушать опытных библиотекарей пришли и студенты местных колледжей и вузов. Мероприятие посвящено 25-летию Республики Казахстан. Сегодня собрались гости у нас Атарау, Мангистау, Казаларда, Национальная библиотека Алматы. Сегодня будут решаться проблемы наши библиотечные, обмен опытом будет проводиться, мастер-класс будет у нас показывать по веб-рабису. Тут собрались участники мероприятия, это школьные библиотеки, колледжи нашей библиотеки. На этом форуме библиотекари должны взять что-то новое. По словам организаторов, цель конференции – обсуждение основных проблем, выработка стратегии и направлений развития библиотечного дела в регионе, дальнейшее сотрудничество в едином информационном пространстве и обмен опытом работы. Одной из главных тем форума стало внедрение системы РАБИС, которая была разработана на основе принципа комплексной автоматизации библиотек Казахстана. С национальной библиотеки действует школа каталогизатора, уже 75 специалистов в сети библиотек Министерства культуры и спорта прошли обучение за август, сентябрь месяц. Также у нас действует школа реставрации и консервации письменных документов. Мы будем проводить мастер-класс по новой программе республиканской автоматизированной библиотечной информационной системе веб-рабис. Сейчас мы запустили уже с 2015 года эту новую программу и обучаем специалистов библиотек. История библиотек неотделима от истории страны. За годы независимости библиотеки прошли большой путь. Время и только время определило их жизнеспособность. И сегодня, по словам хранителей национальных и мировых знаний, молодежь не забывает дорогу в храм мудрости поколений. Нас радует тот факт, что если несколько лет назад мы сетовали на то, что наша молодежь не читает, или же снижается интерес к чтению, мы сегодня можем с полной ответственностью сказать, что нет, наши читатели читают, наши читатели не потеряли интерес к литературе. Как традиционные книги читаются, так и электронные. Довольно остро сейчас стоит вопрос о преемственности библиотечного дела в Казахстане. На сегодняшний день зарплата у библиотекарей довольно низкая, поэтому естественно, что эта профессия пока не очень привлекает молодежь. Тем не менее, смена нынешним хранителям знаний уже подрастает. Я с детства любила книги и до сих пор не могу прожить без чтения ни дня. Именно поэтому я решила стать библиотекарем. Я выбрала любимую работу и сейчас для меня очень важно научиться не только ухаживать за нашими фондами, но и правильно работать с компьютерными программами. Это будущее библиотечного дела и лучше всего обучать этому еще с колледжа. Еще одной насущной проблемой остается оснащение библиотек, особенно в сельских округах. Сегодня сельским книгохранилищем не хватает электронных носителей и литературы на государственном языке. В основном на полках таких библиотек пылятся книги еще советского периода. Оснащение в нашей школе очень неплохое. Наверное, сказывается то, что мы все-таки находимся недалеко от города. Единственная проблема – это нехватка книг на казахском языке. Дело в том, что раньше это была школа с русским языком обучения, и книжный фонд здесь в основном только на русском. Еще, конечно, хотелось бы увеличить количество компьютеров в библиотеке. Молодежь все-таки предпочитает электронные носители. Да и поиск книги по электронной базе занимает несравненно меньше времени, чем на обычных полках. По информации актюбинских библиотекарей, в нашей области работает 239 публичных книгохранилищ, которые располагают четырьмя миллионами книг. Тем не менее, по словам горожан, популярностью местные храмы пундрости не пользуются. Актюбинцы любят читать, но книги предпочитают искать в других местах. Читаю. А какие, если не секрет, электронные, бумажные? Бумажные, старые книги. Что предпочитаете? Все. Детектив, историю, фантастику. А давно были библиотеки? Можете вспомнить, когда последний раз? Библиотеки давно были. Последний раз? Не знаю, давно. Бумажные предпочитаю. А как давно вы были в библиотеке? Можете вспомнить? В библиотеке не был, но у матери своя библиотека. А вы неделю назад? Неделю назад. С каким вопросом вы такие книги хотели? Ну, мне просто книга нужна была одна, там, личного характера. И все. Нашли? Да, нашел. В библиотеке я уже давно, давно не была уже. Ну, наверное, нет. В институте, когда я училась, я еще ходила в научно-техническую библиотеку. Когда была она открыта, тогда можно было ходить. Тогда было еще бесплатно все. А сейчас уже, конечно, платно. И как бы это, вот. Ну, скачиваешь, конечно, на компьютер, читаешь, да? Вот такой в компьютерном варианте. Но я не могу. И мне так тяжело это воспринимать. Вот этот вот сам компьютер, и когда ты читаешь, как бы это вот не по мне. В ходе региональной конференции библиотечные работники пришли к выводу, что во многом успех деятельности книгохранилищ зависит от объединения. Международный опыт показывает, что во всем мире профессиональные библиотечные объединения являются главными разработчиками стратегии и тактики развития библиотек, инициаторами законодательных инициатив, основными площадками повышения квалификации библиотечных работников, что они серьезно влияют на национальные приоритеты в культурной политике страны через усиление социальной значимости библиотек. На этом все. Предлагайте свои темы для следующих выпусков. Наши телефоны на ваших экранах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова